Здорово, хлопцы в хлопчатобумажных маечках! Ну и те, кто в баллоне, тоже здравствуйте! Сегодня схема будет простая, но весьма интересная. Вернулся я опять к своим любимым неоночкам и захотел сделать из них сенсорный включатель. Тем более, что деталей для включателя, как у меня, как у всегда, ну, мало, и все это будет просто. Что потребуется? Диод, конденсатор, неоночки, резисторы и одно реле. Причем вот весь этот набор деталей годится для того, чтобы сделать шикарнейшую самоделку, которая сенсорно будет управлять включением до чего угодно. Ведь реле может включить все, что угодно. Переменный ток, постоянный ток, мощнейшие светодиоды, слабейшие лампочки накаливания, насосы, моторы. Даже в реверс запустить кого-нибудь может. Итак, хватаем паяльник. Ах, паяльник далеко, ну да ладно. Давайте к нюансам. Вот такая неоночка, конечно, хороша, и можно сделать на ее основе сенсорный включатель. Да, надо подумать и сделать. Ну, лучше воспользоваться вот такой старинной, очень хорошей и очень четкой лампой. Это лампа МТХ-90. Мой любимый терротрон. Да, надо было ролик так и назвать. Мой любимый терротрон. Именно на основе этой лампы и одного реле я делаю очень замечательную вещь, которая выполняется по вот такой схеме. А фигня нам схема. Давайте сперва посмотрим, как эта вещь работает. Выглядит воистину великолепно. Смотрите, посередине у нас четкий такой красивый терротрончик с антенной, с ножками такими круглыми. Прям саночки, терротрон на саночках. Рядышком у нас резисторы. Тут вот тоже резистор есть. Вот тут вот есть маленький конденсатор, не считая вот такому здоровому. Нафиг нам такой здоровый. Тут вот спрятался диод. Я бы, конечно, туда припаял и вот такой диод побольше, но трамвайного диода для антуража у меня не было, поэтому я воспользовался СМД-запчастью, которую очень тонко паяльничком припаял к релюхе. Релюха тоже обыкновенная, 12-ти вольтовая, стоит в сети 220 вольт и даже не хрюкает. Ну а теперь посмотрим, как эта штука работает. Я включаю всю установку в сеть, а чтобы вам все было хорошо видно, я отодвину немножко камеру. Вот так вот. Вот в розеточку включился. Здесь у меня управляемая лампочка. Одна лампочка вот эта служит в качестве предохранителя, так что на нее не смотрите, смотрите вот на эту лампочку, а лучше и даже на ту не смотрите. Все, сенсорный включатель у нас готов к работе. Сенсор это вот эта антенна. Сейчас я мацаю ее пальцем и лампочка включается. Когда я трогал пальцем, вы видели, что загорелся вот этот терротрончик, он пропустил через себя ток достаточный, чтобы сработало реле, а вот эти резисторы организовали ток удержания так, чтобы лампочка светилась. Ну не чтобы лампочка светилась на самом деле, а чтобы контакты здесь были замкнуты. Давайте посмотрим еще, ведь штука-то поистине великолепная. Я придвину поближе вот так вот к терротрону камеру и мы снова зажжем. Если я держу палец, конечно, терротрон мигает. Да, есть недостаток, эта штука не выключается, но я же не обещал включатель-выключатель, я обещал только включатель сенсорный на одной лампе. Можно было сделать триггер на двух терротронах и тогда одним касанием можно было бы включать и выключать. Но происходит, правда, на лампах это не очень стабильно, то есть приходилось бы там тыкать и выбирать точку, когда же он выключится. Ну, бывает такое, ничего страшного. По схеме поговорим. Ну, давайте поговорим. Тем более, что схема бесподобна и уникальна. Нигде такой схемы вы не найдете, и никто так еще до меня не делал. Ну да, горжусь сам собой. Что нам надо? Ну, розетка 220 вольт, тут и в Африке всем понятно. Два 10-килоомных сопротивления. Мощные берите. Очень мощные. Лампа а-ля терротрон МТХ-90. Просто на хороший ток. Потому что есть терротрончики и неончики, которые хороший ток не выдерживают. Но хороший ток это не килоамперы и не амперы. Ток достаточный для того, чтобы запустить вот эту вот релюшечку. Релюшечка у нас никак не переменного напряжения, и поэтому питать ее надо постоянным током. А для обеспечения постоянного тока и терротрону, и реле потребуется вот такой диод. Диод может быть любой, который у вас не сгорит. Ну где взять? В лампе экономки возьмите, да еще где-нибудь возьмите. Взяли диод, припаяли к реле, а дальше сглаживающий конденсатор. Не поставите его, реле будет жужжать. Чаще всего будет жужжать. Поставите большой, реле работать не будет. Поверьте, не будет. Хотя напрашивается сюда конденсатор большой емкости, но не ставьте. Поверьте моему опыту. А можете не верить, а просто возьмите и проверьте. Поставьте сперва маленький конденсатор, послушайте, как реле работает, а потом большой, и послушайте, как реле не работает. Ну и все. Схема-то вот она. То есть вот эта вот исполняющая часть. А вот эти контакты, это то, чем реле управляет. Трехконтактное реле у вас будет, будет включать, выключать, переключать лампочки. Шестиконтактное, будет шесть лампочек переключать. На какое напряжение? Да на любое, на которое выключатель этот рассчитан. Поэтому на эту схему особо можно не смотреть. Контактов в релюхе может быть сколь угодно много. А вот управлять самой катушечкой, без всяких транзисторов, фоторезисторов, микросхем, вот это мы уже научились. Да, пожалуйста. А где сенсор? А вот эта антенна торчит. Ну изобразил я ее в виде корпуса. Ну да, ошибочка вышла. Надо было ее нарисовать в виде антенны или какого-нибудь кружочка. Или пластинку такую нарисовать, которая пальцем тычет. Давайте пальцем еще потычу. Ведь это так здорово получилось. Сейчас терротрон даже не мурлычет. Он привязан к двум вот этим резисторам. Вот один резистор, вот второй. И пытается зашунтировать вот этот вот резистор. Оба резистора по 10 кОм. Примерно. Потому что у всех резисторов есть ошибка и все это плюс-минус. Сейчас терротрон не светится. Но как только я буду касаться пальцем вот этой антенки, терротрон вспыхивает, проводит через себя ток. Проводит ток не постоянно. То есть сейчас терротрон не горит, а реле уже сработало. Почему это произошло? Вот почему. Можно было организовать дело так. Уменьшив или увеличив сопротивление вот этих резисторов, можно управлять током через катушечку этого бедного реле. Управление сводится к следующему. Если мы поставим резисторы маленькие, реле будет запитываться, оно будет во включенном состоянии. И тогда шунтирование не поможет. Но я подобрал резисторы так, что реле вот-вот готово переключиться, но ему чуть-чуть не хватает. Вот это чуть-чуть добавляет сам терротрон. Делитель я сделал, ну 220 поделил на 2, получилось 110. Хотя в принципе видно, что терротрон, который должен зажигаться от 90 вольт, не горит даже при 110. Все ребята лампочки разные, у всех разные параметры. Эти параметры лучше определять экспериментально. Верить даташитам это убого. Хоть вы их расшифровываете, эти даташиты, хоть не расшифровываете, все равно ошибетесь. Возьмете один и тот же транзистор, он будет совсем с другими параметрами. Поэтому экспериментально определяем, когда терротрон будет гореть, а когда не гореть. Если я уменьшу вот это сопротивление, терротрон загорится. Загорится, будет пропускать ток реле, будет постоянно включено. А так, у меня есть режим, когда вот я включился в 220 вольт, падение напряжения здесь и здесь примерно одинаково, но этого напряжения не хватает, чтобы терротрон загорелся, и поэтому на управляющий электрод я суюсь пальцем. Что происходит? Относительно фазы или нуля, без разницы, относительно чего. У меня возникает между сеткой и любым из этих электродов разность потенциалов, лишняя, которая приводит к небольшому разряду. Этот небольшой разряд просто зажигает терротрон. Вот если я касаюсь чуть-чуть, вы видели, что этого небольшого разряда по времени не хватает, чтобы терротрон разгорелся полностью. Поэтому можно поиграться, да, можно поиграться вот так вот. Разряда есть, а терротрон еще не разгорелся, поэтому выдержка пальцем должна быть немножко более большая. Подержали, хорошо. Работает эта штука только от сети 220 вольт. Понятно, что между пальцем и каким-нибудь из этих проводов должен возникнуть потенциал. Потенциал примерно 70 вольт, но не бойтесь, вас это не убьет. В качестве безопасности в эту схему, конечно, стоит включать ограничивающий через ваши пальцы резистор, там, килоом-60. Вот давайте через небольшой резистор, вот такой вот, попробуем зажечь наш терротрон и посмотрим, что из этого получится. Вот так вот взяли за проводочки и все равно загорается. То есть ток ограничен сопротивлением. Можно также использовать конденсатор. Причем использование конденсатора иногда приводит к таким интересным моментам. Вот хотелось бы их показать, но конденсатора под рукой нет. Как вот сейчас будет. Вот в качестве конденсатора, как вы понимаете, можно использовать разные вещи. Собственное тело или неонку. Видите, вспышечка была у терротрона, а лампочка не загорелась, потому что неонка, как маленький конденсатор, она проводит один импульс, когда мы ее разряжаем туда-сюда, но при этом терротрон не разгорается. Режим определенно дезисторный. А теперь возьмем конденсатор большой емкости. Вот такой неправильный и большой. Вот так вот. Большой конденсатор зажигает. При этом, сами понимаете, вы подвергались воздействию тока в тот момент, только в тот момент, пока вот этот конденсатор слегка заряжался через вот эти вот разомкнутые, по сути дела, цепи. Потому что между сеткой и электродами замыкание происходит только в момент разгорания самого терротрона. Если терротрон не горит, то никакого напряжения нет. И варьируя емкость вот этих конденсаторов, мы можем достигнуть достаточно интересных эффектов. Либо только вспышки, либо зажигание. А почему нет? Ну, вроде назажигались. Какое реле? Любое, ребята, любое. Лучше, конечно, берите реле вольт на 24. Это максимальные, которые у меня валяются. Но есть реле очень разные. И всякие там безобразные. Есть 5-ти вольтовые, 12-ти вольтовые. Вот эти вот в основном попадаются, по-моему, они вольт на 12. А вот эти попадаются, синенькие, по-моему, они вольт на 5. Но утверждать точно не буду. Это надо искать маркировку. А вот на таких реле, у которых все потертое, они взяты из разного рода там всяких устройств, никакой маркировочки нет. Поэтому экспериментально определяем, от какого тока, от какого напряжения эта релюха работает. Ставим в цепь. Подбираем резисторы. И все у нас будет красиво и хорошо. Ну а на этом все, ребята, пока. Кому нужна такая схемка, быстренько зарисуйте. Вообще, я ее сфотографирую и в статье размещу. А ссылочка на статью будет, конечно же, в описании к этому ролику. Пока-пока, ребята. По-моему, неплохо получилось. Продолжение следует.